25 лет назад в семье Неженцевых родилась девочка. Беременность была легкой, все анализы и УЗИ показывали, что малышка полностью здорова и развивается согласно нормам. Тогда в роддоме врач и акушерка, которые первыми увидели ребенка, были в недоумении. На их лицах читался страх и непонимание Ирина, потребовала показать ей дочь, а когда увидела, чуть не потеряла сознание. Через несколько дней женщине объяснили, что у девочки редкое генетическое заболевание прогерии, к сожалению, лекарств от него не существует. Как правило, дети с таким диагнозом не доживают до совершеннолетия. Но благо, у Катеньки была облегченная форма болезни, у нее старело только лицо, а тело и органы развиваются соответственно биологическому возрасту. Муж Ирины не выдержал такого удара, он не смог смириться с тем, что его дочь не такая, как все, и ушел из семьи. Ирина Неженцева стала воспитывать девочку одна. Многие советовали написать отказ от нее и отдать в детский дом, но женщина даже не слушала такие советы. Она делала все, чтобы ее малышка не чувствовала себя особенной, а жила, как и все дети. Первые трудности начались в детском саду, дети не воспринимали Катю, постоянно смеялись и тыкали пальцем. Ей постоянно задавали некорректные вопросы и унижали. Сначала девочка очень болезненно воспринимала такое отношение к себе, все время плакала и обижалась, а потом все-таки смогла принять себя и свою внешность. Тогда я решила завоевывать людей не внешностью, а умом, добротой и обаянием. Самое главное в каждом человеке душа, рассказывает Катя. Постепенно у нее появились подружки и друзья. Единственная девушка беспокоила то, что у нее не ладят соотношения с противоположным полом. В 2011 году о Екатерине Неженцевой узнали многие. Девушку пригласили на телепередачу «Где опытные хирурги», пообещали помочь ей стать чуточку красивее, с помощью пластической хирургии. Благодаря внешним изменениям Катя смогла наладить личную жизнь и она вышла замуж. Вскоре у пары родились двое сыновей. Младший, к сожалению, унаследовал мамину болезнь. Сейчас девушка с лицом бабушки, больше не общается с журналистами, закрыла личные странички в соцсетях. Больше из личной жизни шоу она делать не хочет. Известно, что с мужем она рассталась и сейчас у нее есть молодой человек, с которым они планируют родить дочку. По поводу повторных пластических операций, Катя говорит, что больше не собирается их делать. Моего мужа и так все устраивает. Да и здоровье надо беречь. Я счастлива, любимой люблю, а счастливая женщина и выглядит соответствующе. Мне многие говорят, что я расцвела, говорит неунывающая Катя. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.